Те, кто пребывают в Господе Иисусе Христе, обладают живою надеждой. Живой. Он не сказал просто надеждой, а живой надеждой. Она как бодрящие воды родника. Из него все время течет свежая вода. Поток бьет ключом. Те, кто остаются в Иисусе Христе, осознаете насущную потребность в такой негаснущей надежде. У меня возникло желание указать всей нашей замечательной общине каждому лично из вас, да и напомнить себе самому о Господе Иисусе Христе, который дает нам надеждам. Мне хочется не только указать на Христа как на источник надежды, но и объяснить всем находящимся здесь причину, по которой Иисус дает нам настоящую надежду. Мы разберем это за несколько минут. Начало и причина надежды. Я буду читать, а вы повторяйте, пожалуйста. Итак, у нас первое послание Петра, первая, глава, третий стих. Тут мы видим, как автор превозвышает и хвалит Бога. Мы прочитаем, начиная с третьего стиха, и тут написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением, Иисуса Христа из мертвых, к живой надежде, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Бог воскресил нас к живой надежде, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Подумайте, пожалуйста, в каких ситуациях вы ликуете. А вот мы остановимся здесь. Петр сказал, что мы ликуем по одной причине. В шестом стихе указана причина ликования. Так, в чем же заключается данная причина? Эта причина из шестого стиха связана с живой надеждой из третьего стиха послания. Мы ликуем в живой надежде, обеспеченной нам Богом через воскресение Иисуса. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. «Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечным, чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос». Пусть вера принесет вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая верой нашей спасения душ. Здесь и сейчас мы, как община, начинаем изучать жестокую реальность, о которой повествует Священное Писание. В отличие от взгляда, части христиан, у Бога объективный взгляд на реальность, он отражен в Библии. Ведь есть множество верующих в Иисуса Христа, которые обманули себя и считают, что следование за Иисусом обеспечит жизнь без тягот, препятствия и невзгод. Вы вращались среди таких верующих. Либо вы слышали людей, прочивших пастве безоблачное будущее. Если ты христианин, то ты всегда будешь здоров и богат. Горе не коснется тебя, и тебе всегда будет хорошо. Было ли так в твоем случае? Друзья, так не бывает. Мы знаем, что это не так. Откровенно говоря, мне нравится, что Писание очень прямодушно. Составляя письмо ученикам Иисуса, Петр пишет в шестом стихе, вы в подавленном, психическом состоянии, в депрессии. «Те многострадальные святые горевали и печалились так сильно, что лишились сил. Их тоска и депрессия были столь велики, что они плакали из-за бремени». Слушай внимательно, я излагаю факты. Если бы нам довелось заглянуть за кулисы, заглянуть в души вас, тех, кто сидит в зале, то мы бы увидели вас, несущими тяжелые наковальни непростых условий, обстоятельства. Мы увидели бы тяжелые бремена, где нужны чудеса от Бога, чтобы скинуть их, и это реальность. Все мы рано или поздно понесем какие-то бремена. В шестом стихе говорится о депрессии. Обратите внимание на то, что у подавленного состояния не одно большое количество причин, множество всяческих трудностей или испытаний. Согласно шестому стиху, запишите эту мысль, чтобы вы усвоили мой тезис. Святой апостол Петр учит нас с вами о многочисленных испытаниях, которые иссушают наши надежды и чаяния. Таких многочисленных испытаний, крадущих наши ожидания пруд пруди. К нам подкрался нехороший тип с двумя дрелями, подошел к ведру, где хранится ваша надежда, и просверлил отверстие в дне ведра. Вот так надежда ушла из вашей жизни. Признайте это. Это бывает со всеми. Нам неизвестно, что стало причиной утечки надежды верующих из письма апостола. Так давайте мы прочитаем первый стих, где авторам дается намек на их ситуацию. Тут сказано от Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции, Азии и Вифинии. Мой глаз зацепился за фразу «рассеянным скитальцем». Итак, рассеянные скитальцы. Получается, что Петр пишет к христианам-беженцам из-за гонений. Им пришлось оставить родные края, семьи. Они разлучены семьями и живут на чужбине. Я вижу, что они жили бедно, и мне кажется, с ними обращались жестоко. Они столкнулись с колоссальными трудностями. Именно поэтому надежда к несчастью ушла из их сердец. Поэтому святой Петр пишет им, ведая об их трудностях, он поощряет их укрепляться надеждой. «Послушайте меня. Возможно, в вашем случае все обстоит по-другому. Но подобно этим святым, оказавшимся в чужих землях, и мы столкнулись с трудностями и также перестали надеяться на Бога. Мы теряем надежду из-за конфликтов. Эти стычки измотали меня в конец. У вас проблемы в браке и проблемы с детьми. Из-за конфликтов я выбился из сил. Мне то и дело приходится сражаться в этой сфере. Предпринимаю попытки помириться, но, кажется, никакой надежды нет. Кажется, все кончено. Моя надежда испарилась. Вы перестали ждать и разочаровались. Вы любили, но любимый не оправдал доверия. Так-то? О, да, вы верили в этого человека и полагались на него. А он подвел вас, он вас предал. К сожалению, надежда испарилась. Необходимо, кстати, отметить и старение, которое подрывает нашу надежду. Мы утрачиваем энергию и выносливость. О, да, становясь старыми, мы с вами теряем независимый образ жизни. Теперь мы зависим от других и не можем делать то, что делали ранее. В этом случае надежда испаряется. Разве в ваших сердцах не находят отклик такие примеры о потере надежды? Конечно, находят. Здесь апостол Петр говорит Церкви Божией такие слова. Будьте откровенными, братья и сестры. Порой мы не видим никакой надежды. Живя в мире, мы теряем надежду. Также апостол говорит о вещах, о которых нам следует знать. Он говорит о временном характере трудностей. Трудности мимолетные, они лишь на время. Ведь так? И это прекрасно. Шестой стих. Наши трудности под солнцем даны нам лишь на краткое время. Они не навсегда. Однажды сложности закончатся. Они прилипли к нам не навсегда. Давая трудности, Бог исполняет свои цели. Они, кстати, в седьмом стихе. Бог использует времена неурядиц для очистки веры. Он помещает нас в трудности, чтобы отделить шлаки от веры и укрепить нашу уверенность в нем. Тогда наша вера становится зрелой и твердой. Для тех, кто не верит в Иисуса Христа, Бог создает трудные ситуации, чтобы они поверили в Иисуса. Если вы не верите во Христа, то Бог создает вокруг вас трудности с целью изменить ваше мышление, чтобы вы перестали надеяться на себя и чтобы вы воззвали к Иисусу. Вот еще высказывание Петра по поводу трудностей. Несмотря на то, что условия продырявили дно нашего ведра с надеждой, ее все еще можно вернуть назад. Давай, записывай. Надежда возвращается, или оживает, в воскресшем Иисусе Христе. Надежда оживает в воскресшем Христе. Ну а сейчас я открою глаза тем из присутствующих в аудитории, кто верит в обман. Часть из вас верит вот в такой обман. В жизни есть два пути. Если у меня будет все хорошо, я буду надеяться. Если у меня сложатся плохие обстоятельства, тогда я лишусь надежды, вы ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь. Потому что вы можете надеяться на Бога и в сложные времена. Горе и надежда, не взаимоисключающие понятия. Об этом сказано в первой главе. Бог не оставляет верующих в Него без надежды и в сложные дни. Прочитаю для вас третий стих опять. Тут сказано, благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По своей великой милости, Он через воскресение Иисуса дал нам новую жизнь в живой надежде. Вот что сказал здесь телу Христа апостол Петр. Те, кто пребывают в Господе Иисусе Христе, обладают живою надеждою. Живою, а не мертвы. Он не сказал просто надеждой, а надеждой живой. Такая надежда, как бодрящие воды родника. Из Него все время течет свежая вода, поток бьет ключом. Те, кто остаются в Иисусе Христе, осознайте насущную потребность в такой негаснущей надежде. Петр говорит это самое главное в практике следования за помазником Божиим. Апостол Петр говорит, безнадега и христианин — это взаимоисключающие понятия. Христианин без надежды и чаянина своего капитана — это оксюмерон. Каждому христианину можно и нужно иметь и хранить эту живую надежду. Что об этом сказал Павел? Я прочитаю один стих. 14 глава послания к римлянам. Пусть Бог — источник всякой надежды. О, мне это нравится. Апостол Павел словно повесил плакат с титулом Бога над его троном. Это Господь надежды. Итак, пусть Бог надежды через вашу веру наполнит вас радостью и миром. Чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Этот Бог надежды. Этот Бог надежды не отсыпает надежду нам в ладони крохотными горстями. Но Господь надежды призывает нас принять обилие надежды. Это утверждает нас в том, кто мы во Христе как верующие. В том, что надежда существует в наших сердцах. Я просто обязан рассказать о том, что Библия говорит о надежде. В 15 главе послания к римлянам Павел желает, пусть же Бог, источник всякой надежды, наполнит вас радостью и миром, чтобы вам изобиловать надеждой. Он дал нам новую жизнь в живой надежде через воскресение Христа. Говоря о христианской надежде, Библия проводит ВДРС дел между Божьей и мирской надеждой. Я покажу вам его. Мы поедем играть в гольф завтра. Будет ли хорошая погода в это время? Ну, надеюсь, да. Собираемся ли мы поехать в отпуск туда летом? Надеюсь, да. Надеемся, что все у нас получится. Стоит отметить следующее. Рассуждая о надежде, этот падший мир произносит благопожелания, не зная, что будет на самом деле. Это не надежда Библии. Это не надежда. Вот она, библейская надежда. Это твердая уверенность и убежденность в гарантированном ответе от Господа. Послушайте меня. Это ожидание, которое однажды сбудется. Когда Священная Библия говорит о надежде, такая надежда не подведет. Ну, а теперь послушайте послание к евреям, 6 главу, 19 стих. У нас есть эта надежда, и это не предположение, а не поддельная истинная надежда, которая для души есть как бы якорь, безопасная и крепкая. Наша надежда, которая у нас есть во Христе и Иисусе, она крепка, как якорь для души. И вы спросите, а чем библейская надежда отличается от мирской, и откуда знать, что она непоколебима? Ну, Петр отвечает на это в 3 стихе. Надежда тверда. Если она коренится в Божьей доброте, ее корень — это благость Бога. Давайте прочитаем 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса». Рассказать вам, почему у нас такая твердая надежда? У тех, кто верит в Иисуса Христа, нет способности и права заработать и заслужить сию твердую надежду. У нас с вами не будет такого права. Ведь у нас может быть больше веры. Все скажите «Аминь». Господь благ, и других причин нет. Он милостив. По своей милости Он оживил нас и пообещал подарить бесконечную надежду. Наша надежда тверда. Она дана нам по праву рождения свыше. То есть мы не достигли надежды. Мы получили ее. Мы получили ее после спасения. Благословен Бог и Отец по великой милости. Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Мы родились снова. Когда это произошло, мы перешли состояние безнадежности и получили от Творца твердую уверенность, твердый якорь надежды на Божьего помазанника Иисуса. Мы тверды в надежде нашей, потому что Бог благ, и мы родились свыше. Причина твердости надежды состоит в том, что воскресение Сына обеспечило нас надеждой. Именно оно обеспечило нас надеждой. Благословен Бог и Отец нашего Господа. Ну а теперь прочитаем отрывок снова. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который по своей великой милости через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Вот теперь-то вы понимаете, что воскресение Спасителя Христа — это причина нашей живой надежды. Скажу так, когда Христос умер, надежда умерла с Ним. Когда Он воскрес, появилась и надежда. Покуда жив Спаситель Иисус Христос, жива и наша надежда. К сожалению, мне уже пора сворачиваться, и поэтому мы быстро прочитаем из первой главы первого послания апостола Петра. «Надежда Господа Иисуса Христа одарила всех спасенных великой радостью». Запишите следующий фундаментальный тезис. «Надежда дала нам радость, которая будет с нами всегда. Надежда дарит великую радость. И вот что важно. Бог дает мне надежду воскресения Христа после этой передачи. Принятая мною надежда производит в моей жизни плод радости». Вы живете в мире, и вам, возможно, живется не сладко, но это не украдет надежду в Божьей радости. Это не означает, что разочарование не постигает христиан. Спору нет. Порой такое бывает. Это не означает, что иногда, в мрачные периоды жизни, христиане не ведут внутреннюю борьбу. Это не означает, что у христиан не бывает окаянных дней. Тем не менее, посреди темноты, посреди непростых условий, у нас есть огромная радость, необъяснимая радость. В восьмом стихе послания Симон называет эту радость, сходящую с небес, неописуемой и исполненной славы. Он пишет о всем радуйтесь. Но как можно радоваться? Когда надо мной сгустилась тьма, я оказался в тупике. А вот откройте четвертую главу этого же письма. Первое послание, четвертая глава, двенадцатый стих. Возлюбленные. Огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как чего-то странного. Не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Надеюсь, вы это услышали. В вашу жизнь приходят трудности, и опять тот тип с дрелью приходит и дырявит ваш сосуд с надеждой. Когда это происходит, то не считайте это странным, не охайте, о, как это могло произойти со мною. Как? Но вы еще не в раю. Спорить не буду. Иногда такие страшные вещи происходят в жизни, что даже слов просто нет. А здесь апостол Петр говорит, вы живете в грешном мире, и здесь у вас будут трудности. А далее говорится, как вы участвуете в страданиях Христовых, так радуйтесь. Давайте скажем все вместе, радуйтесь. А для чего Божий Сын Иисус пришел на землю? Пострадать. Я не лучше Христа. Если страдал сам Христос, то чего удивляться и мне? Тому, что я должен страдать. Когда вы страдаете, то знайте, что вы участвуете в Христовых страданиях. И 13 стих говорит, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь и ликуйте. Вы пострадаете, но вы во Христе, и поэтому надеетесь, что Христос вернется. Он все приведет в порядок. Когда Сын вернется, надежда станет радостью. Теперь я и закончу проповедь. Вот выводы. Из 4 стиха 1 главы 1 послания Петра. У надежды есть предназначение. Благословен Бог и Отец нашего Господа, Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому. Прочитаем еще раз. К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. У надежды есть предназначение. Это рай. В 4 стихе сказано, нам дано наследство. Тут требуется одно разъяснение. Наследство — это доля во владении или имущество, обеспеченное другим человеком. Вы получили свою долю наследства. Согласно Библии, Христос вознесся на небеса. Он вознесся туда, чтобы приготовить нам долю в раю. Там наше наследство. Оно нетленное. Оно не умрет, и оно не завянет. Оно там навсегда. У меня есть свидетельство. У меня есть вечная надежда. И однажды я приду в рай. Я не выдаю желаемое за действительное. Наша надежда — это крепкий якорь. А вдруг ты проснешься завтра без надежды? А вдруг ты проснешься завтра и перестанешь верить во все, что ты верил? Хочешь узнать ответ? Расскажи, на что надеешься ты. Сейчас все прояснется. Вот откуда я знаю. Мне известно, что у меня есть надежда в раю, потому что Иисус живой. Христос никогда больше не умрет, пока Христос живет на небесах. У меня есть надежда, что и я буду там. Моя надежда. И ваша надежда. Если вы знаете Христа, покоится на небе. Ну, послушайте, когда ты переключишься на новостной выпуск, и тот тип опять продырявит твое ведро, ты лишишься надежды, ведь этот мир обречен. Когда ты услышишь плохой диагноз или придет новость о смерти, какого-нибудь близкого человека, и надежда покинет тебя, вспомни о небесах и положись на Иисуса. Когда ты будешь заправлять авто, и у тебя иссякнет надежда, вместе с денежками положись на надежного и незыблемого Христа. Ты идешь в супермаркет. Я рву на себе волосы после визитов в магазин со своей женой. Опять 80 баксов за какой-то пакетик. А вы понимаете, могут сложиться такие обстоятельства, сложится такая ситуация, что близкий, к сожалению, умрет, и на похоронах надежды покинет тебя. С верой встань на истину. О том, что Христос — это Бог. Христос воскрес, и Он сидит справа от Отца. И Иисус дал нам наследие. У нас с вами есть надежда. У нас вечная надежда. Я уверен в том, что вы переживали примерно те же самые потрясения, которые пережил я. Это когда такие обстоятельства, ситуации и положения вещей, как уход из земной жизни наших родных и близких, или испорченные отношения, становятся причиной потери надежды. Благая весть состоит в том, что Иисус умер и что Он воскрес из мертвых. В Его блаженном воскресении мы и обретаем вечную надежду. Спас ли тебя Христос? Надеюсь, что да. А если нет, то мы поможем тебе найти Иисуса и узнать, как получить уверенность в спасении. Смело пишите мне, я помогу вам идти за Богом. Увидимся в следующий раз в вечных истинах. Будьте благословенны! Продолжение следует...